Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения на прежнем месте в эфире Радио Атенат. В понедельник, в среду и в пятницу, в 16.16. Здравствуйте, вы слушаете передачу «Точки соприкосновения», которая выходит в эфир в рамках проекта Радио Атенат. Бездомные собаки, нерешенная проблема – тема сегодняшней нашей передачи. И на эту тему вы услышите репортажи из Абхазии, подготовленные нашими коллегами. Во втором блоке мы будем говорить о ситуации, соответствующей теме, происходящей в нашем городе. Я напомню вам, что нас можно услышать по интернету по адресу www.radioati.g и посмотреть одноименную страницу в Facebook. Веду передачу «Я Майя Пипе». Чем больше «Точек соприкосновения», тем прочнее связи. Конечно же, мы выступаем против регулярного отстрела. Мы считаем, что это нецелесообразно. Нецелесообразно выделять бюджетные деньги на отстрел бездомных животных, потому что это не решает проблемы. Местная активистка по защите бездомных животных Кристина Жиба убеждает депутатов городского собрания перейти на более гуманные методы решения проблемы. Меня зовут Сергей Николаев. Здравствуйте. Кристина с товарищами организовали фонд защиты животных «Надежда», которому, как они утверждают, содействует порядка 6 тысяч волонтеров по всей республике. Вот что предлагает Кристина Жиба вместо традиционно практикуемого городскими властями отстрела. То есть хотим взаимодействовать со спецавтохозяйством, с администрацией города, так же, чтобы это все было осуществлено и в других городах нашей республики. Во-первых, это цивилизованно, это гуманно, это эффективно. Просто давайте попробуем программу отлова, стерилизации, поиска хозяев этим бездомным животным, либо же отпуск в среду обитания. То есть собака будет стерилизована, она не будет вакцинирована, она не будет представлять опасности, она не будет агрессивной. Единственное, что необходимо будет делать, это кормить собак. Надо сказать, стерилизация собак – достаточно затратная процедура. Ее стоимость около 2000 рублей. Она требует привлечения инвестиций от предприятий, фондов и частных лиц. Обычно администрация города задействует так называемое спецавтохозяйство с фургонами для сбора отстрелянных собак. Говорит ведущий сотрудник такого спецхозяйства в Сухуме Алхас Кагония. Здесь вот по фронту, в парке, очень много было собак убрали. На набережной были нарекания, по всей набережной, собак там нет. Потом, вот недавно был случай, девочку укусила в районе турбазы. Мне пришлось направить туда людей, там старушка одержала пять собак. Мне пришлось это убрать, поехал я с ними и решил эту проблему. Через месяц опять будет такой же, как у вас? Ну, знаете как, я бывал, у меня такие случаи, вот я стоял недавно в Бахмаране, подъезжает человек, и вот просто остановился и смотрю. Вот как видать, куда-то привез собаку, выпустил. Ну, не в черте в городе, всунул когда, но она что, через часик она в городе находится. То есть, порядка 50 тысяч обходится содержанием вместе с налогами. Это отстрелять, запакетировать, вывезти, захоронить. 50 тысяч на команду? Ну да. Таким образом, годовой бюджет спецавтохозяйства по борьбе с бездомными животными в Сухуме порядка 1,2 миллиона рублей, то есть около 20 тысяч долларов. Представители фонда «Надежда» призывают выделять на стерилизацию животных хотя бы небольшую часть суммы бюджета. Просто вот вы сами видите, этот отстрел идет, идет, идет без конца, уже 25 лет, но количество собак не уменьшается. Если мы будем стерилизовать этих животных, да, то, естественно, одна собака минимум приносит 20 щенков в год. 10 собак, 200 и дальше, и дальше. Активистка защиты животных из Гудаута Мактина Пилия указывает и на моральную сторону проблемы. Люди должны быть добры к братьям нашим меньшим. Должны понимать, что животные проявляют агрессивность не от хорошей жизни. Хотелось бы как-то объяснить людям, что можно с этой проблемой справиться. Слава Богу, на сегодняшний день уже более 2-3 лет, как у нас в ветеринарных клиниках, это уже используют. Опять же, стерилизацию бездомных животных, это хозяйских, это собак касается, не имеет значения. Я очень надеюсь на то, что действительно у нас здесь ситуация изменится, нельзя негативно к ним относиться. Бывают своры, бывают разные случаи. Когда собака голодная, естественно, человек бывает злой, не то, что собака. Казалось бы, живое существо, животное. Детям прививать любовь обязательно, детям показывать эту любовь, показывать, что эта жизнь тоже дорога, что нельзя сквозь пальцы на все это смотреть. Между тем, представители городской администрации, кажется, с симпатией смотрят на аргументы защитников животных. Правда, нынче кардинальное изменение в подходе к борьбе с бродячими животными, по словам председателя городского собрания, юридически невозможны. На сей счет, сегодня мы тут приняли здесь сейчас какое-то решение о передаче средств, заложенной на спецавтохозяйственную статью, такую-то, такую-то, о по защите прав. Это юридически невозможно. Бюджетный канал запрещает такие вещи. Никто не ставит, естественно, целью, не стоит сама цель отстреливать животных. Цель стоит совершенно четко и понятно. Избавить горожан, детей, пожилых, пенсионеров от диких животных, которые на них бросаются. Будем надеяться, что избавление все-таки станет более гуманным и цивильным. Сергей Николаев, Сухум, Абхазия. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. Проблема бездомных собак последние годы остро стоит и в Зокдёде, впрочем, как и в других городах. В Грузии существующий сегодня закон о защите животного мира касается диких животных. Вопрос благополучия животных не рассматривается и в другом документе в Национальной программе защиты здоровья животных Грузии на 2013-2018 годы. В большинстве случаев этой проблемой занимаются муниципальная служба и местное самоуправление. По словам начальника службы надзора мэрии Зокдёде, в их обязанности в основном ходит лишь контроль за компанией, с которой будет оформлен договор по содержанию приюта для бездомных собак. Курирование вопроса бездомных собак начинается после того, как заключается договор с компанией, выигравшим тендер. Когда приезжает компания, мы контролируем, сколько собак они увозят, сколько им проводится вакцинация и сколько собак возвращается назад. Наша группа на основании сообщений, поступивших от граждан, выезжает на место и уже оттуда осуществляется процесс отправки собак. Вопрос об устройстве приютов для бездомных собак несколько раз поднимался как местными неправительственными организациями, так и гражданскими активистами, хотя проблема оставалась нерешенной. На сегодняшний день выходом явился тендер объявленной мэрии, согласно которому бездомных собак будут перевозить соседний узургетский муниципалитет с село Двабзу. Этим будет заниматься индивидуальный предприниматель Георгий Маглаперидзе. Тендер за последние два месяца был объявлен несколько раз, и победитель был выявлен только на четвертый раз. Предложение было представлено только одним претендентом. Ранее Маглаперидзе участвовал в тендере, объявленном мэрией, как представитель компании «Вектор», зарегистрированный в Кутаэси, хотя получил техническую дисквалификацию. После того, как трижды был объявлен тендер, мэрия сократила количество собак, рассчитанных для перевозки в приют, с 461 до 375. Георгий Маглаперидзе рассказал о проделанной за это время работе. По его словам, приют обустроенным отвечает международным стандартам, и животные обеспечены всем необходимым. Несколько собак уже вывезли. Всего осуществили два вывоза. Десять собак были стерилизованы, кастрированы, и их вернули на место к хозяевам. Также выпустили на улицы беркованных, стерилизованных и кастрированных собак, которым была проведена вакцинация. За этими процессами наблюдает и ведет вониторинг представитель МПО из Кутаэси. Их представитель снимает все на видео, как процесс стерилизации, кастрации, так же процесс их возвращения на старые места. Согласно тендерной документации, на транспортировку собак и предоставление им различных сервисов из бюджета было выделено 30 тысяч лари. В 2015 году бездомных собак перевозили в Озургете, что было опротестовано представителями общественных организаций, так как выяснилось, что приют не отвечает стандартам. Гражданский активист Росто Заранди – один из тех, кто последние несколько лет участвует в акциях в защиту бездомных собак с требованием обустройства для них приюта в муниципалитете. Инициативная группа с его включенностью повлияла на решение мэрии прервать контракт с Маглаперидзе в 2016 году. Мы опротестовали этот договор в 2016 году, и он был отменен. Трудно представить себе, что договор снова заключается с теми же людьми. Мы и намерены приехать на место и проверить приют. Посмотреть, в каких условиях содержатся собаки сейчас. В апреле этого года в связи с Днем защиты бездомных животных Ростом Заранди разрисовал стены здания, расположенного перед мэрией города. Он нарисовал собак и кошек. Приручил и потом выгнал, назвал друга бродягой. Это была главная идея и смысл стенсила, размещенного в центре города. По убеждению Заранди, безопасная среда для граждан трудоустройства и экономия бюджета – это те условия, которые могут быть решены муниципальным приютом. На данном этапе парламент Грузии работает над проектом нового закона, определяющего правила содержания домашних животных, регистрацию, обеспечение питания, ветеринарные помощи и т.д. А пока, хоть уже все чаще встречаются на улицах собаки с бирками на ушах, группы бездомных собак снуют по городу, вызывая в одних жалость, а в других опасение не быть искусны. Точки соприкосновения Наша передача подошла к концу. Тема сегодняшней передачи – бездомная собака. Бездомные собаки – нерешенная проблема. Репортаж на эту тему вы слушали в первом блоке, его подготовили наши абхазские коллеги. Во втором блоке мы рассказывали о том, как развивается ситуация в связи с этой проблемой в нашем городе и в нашем регионе. Я напомню вам, что нас можно услышать по интернету по адресу www.radioatenati.g и посмотреть одноименную страницу в Facebook. Вела передачу Майя Пипя. Всего доброго! Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения. На прежнем месте в эфире радио Атенат. В понедельник, в среду и в пятницу. 16.16.